Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами вкуснейшая скумбрия и картошка. Просто вкрутую. Здесь у нас грейпфрут, который я полюбила за последнее время. Хотя, когда первый раз попробовала, подумала, господи, что за гадость, как это можно есть. И в прошлом видео вы мне сделали комплимент насчет этой помады. Я нанесла в два слоя двойные комплименты, чтобы были. И давайте приступим. Я голодная просто, как зверь. Нужно засучить рукава и приступить. Сегодня утром рано встала, пошла в супермаркет покупать эту рыбку, покупать картошку. Потому что дома вообще ничего нет. И как вы знаете, утром очень трудно разменять денежку. Даже в таком большом супермаркете. Я была в шоке. Минут, наверное, 15 стояла, потому что у них не было сдачи. А фишка, знаете, в чем заключалась? После меня опять женщина такая покупает масло и дает 100 монат. Ей говорят, что сдачи нет. Она оставляет это масло и уходит. Обычно я всегда карточкой расплачиваюсь. Но мою карточку заблокировали. Поэтому как бы приходится как-то выкручиваться. У меня наличка была. Поэтому решила оплатить наличкой. Для меня так удивительно. Я иду в супермаркет. А супермаркет еще закрыт. То есть настолько рано встаю. Это круто. Вообще давно надо было начать усовершенствовать свой график. Иду в аптеку. Аптека закрыта. Вы знаете, меня заставили задуматься слова врача, который приходил к нам. Там бабушке прописала лекарства. Кардиолог. И он говорил о том, что режим это наше все. Надо обязательно восстанавливать режим. И самый лучший и полезный сон это от 11 до часу. А я раньше постоянно ложилась спать в 2. Какая рыбка вкусная. Жирнющая. Ну, в общем, постояла я там минут 15. Потом один из консультантов пошел и разменял в другом магазине. Вот. Обожаю грейпфрут. Один раз бабушка. У меня бабушка вообще щепетильно относится ко всему незнакомому. Она даже вот сыр, если не деревенский, если она не знает. Из какого молока это сделано, она не будет это есть. И вот она однажды перепутала грейпфрут с апельсином. Целый день не могла прийти в себя. Я говорю, бабушка, какая разница, и это фрукт, и тот фрукт. Привыкай. И вот именно поэтому у бабушки такой крепкий организм. Завтра ей исполняется 90 лет. Или нет? Нет. 89. В следующем году ей 90. Бабушка всегда рассказывала, что ее мама, она скончалась 82 года. Потом ее сестра, по-моему, скончалась 82 года, а потом еще и брат. И бабушке, когда было 80, она горела все. Осталось два года. и все. Но потом нет. Прожила. Мне кажется, пожилым людям обязательно нужно оказывать свое временное лечение. Вот после того, как пришел врач, прописал лекарство, мы все это купили. Я там один-два дня проконтролировала, дальше уже бабушка сама все это пьет. То есть, ей даже напоминать не надо. Она в этом плане очень ответственная. у нее хорошая память. И вы знаете, каждый вечер у нее поднималось давление, тошнота, она себя плохо чувствовала. И от этого страдала не только она, потому что я тоже сидела рядом с ней, поддерживала ее, что ей надо, принеси, подай и так далее. Ну, в общем, после того, как врач прописал эти все лекарства, ситуация прям в корне изменилась. Хотя до этого она тоже принимала лекарства. Но, видимо, дозировка тех лекарств уже никак не влияла на нее. В общем, я имею в виду, что пожилой человек ей скоро помирать. Зачем ей вызывать врача и так далее. Оказывается, это совершенно неправильно. Потому что человек может прожить, не знаю, еще 10 лет, а может прожить мучаясь. Тут вот в чем проблема-то. здесь у меня три в одном. Поэтому все, что врач прописал, мне кажется, правильно сделаю. давайте поотвечаю на вопросы. Елена Иванусюк задает вопрос. Леночка, вам огромный привет. Спасибо, что смотрите. Мне безумно приятно. Айка, привет. Часто смотрю твои мукбанки. И сыночек мой тоже их смотрит. Спасибо большое. Передавайте огромный привет сыночку. Мне всегда было очень интересно традиции Кавказа и так далее. Говорят, что мужчина у вас более жестче, чем у нас. Если муж тебе запретит снимать видео после замужества, что ты будешь делать? Этот вопрос я получаю очень часто. все не так, как кажется со стороны. Я не могу вам сказать, что здесь мужчины прям сильно такие строгие, что-то запрещают и так далее. Ну, конечно, есть какие-то ограничения, которые, например, моему молодому человеку не нравятся. он так. В общем-то, я бы не сказала. Меня, честно, особо там не касаются какие-то сильные ограничения. я обязательно буду снимать. Я буду снимать до тех пор, пока меня будут смотреть. раньше я так не считала. Ну, вы знаете, всегда проходит время и как-то твои взгляды, твои мысли, все меняется. раньше я думала буду снимать, но еще 3-4 года и все, и уйду с ютуба. Как-то красиво. А сейчас я так не считаю. Моя аудитория тоже будет взрослеть. Кто сказал, что, не знаю, сидя с морщинами, не знаю, пожилой человек не может снимать видео. Просто у меня будет своя пожилая аудитория. Молодые будут смотреть на молодых, на меня будут смотреть мои ровесники. Но опять же, это все при таком исходе, если меня действительно будут смотреть. Если на видео там будет по тысяче просмотров и никому не будет это интересно, то нет. И в моих планах нету, знаете, сделать что-то такое кринжовое такое, да, чтобы все обо мне поговорили. Какой-то скандал. Вот такой уровень просмотров меня устраивает полностью. Дай бог, всегда так будет. Вообще, когда я буду выходить замуж, дай бог, девчонки, я буду снимать все. Начиная от того, как мы там идем выбирать кольцо, заканчивая тем, что мы покупаем там приданные и так далее. Квартиру мужа, как мы будем обставлять, все-все-все буду снимать. Кстати, вот сейчас вот вспомнила, правда, ту мысль не закончила, но я тоже хочу сказать, многие мне пишут в комментариях, что почему ты не показываешь варианты, которые ты смотришь. Квартиры. почему я не показываю. Все очень просто. Варианты, которые я смотрю, это не моя собственность, это чья-то собственность, правильно. Без разрешения этого человека, как я могу размещать его квартиру, это не магазин, это не какое-то общественное место. да, возможно, владелец квартиры может никогда и не узнает, что я в ютубе там показала его квартиру, но если ставить себя на место этого человека, который продает квартиру, мне бы было безумно неприятно, что без моего ведома просто сняли квартиру и выложили. по идее я легко могу там снять и сказать, что это просто я дома родителям покажу или родственникам что посоветуются, мне скажут без проблем, снимай. А я из-под тяжка там сниму, выложу в ютуб, но кому это надо? Естественно, будет куча там интересных влогов, куча контента, поэтому как бы что бы я не хотела, что бы не делали по отношению ко мне, я не хочу делать по отношению к какому-то человеку. Вот когда я уже куплю, когда уже я оформлю на себя, это будет моя собственность, тогда я могу снимать. Не то, что как бы я не хочу себе лишние проблемы, просто сами посудите, просто с человеческой точки зрения. Насколько это правильно? Может, человек срочно продает, не хочет, чтобы никто из родственников, знакомых не знал, что он продает квартиру. слова. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если бы просто молча Показал квартиру И сказал бы, что Ну вот такие вот условия Я задала какой-то вопрос Он четко ответил на этот вопрос То есть то, что я измеряю Квартиру Здесь нету ничего такого Я правда никогда в Европе нигде не была Но мой парень рассказывал Что в Европе вообще люди Там не знаю, чтобы купить какую-то вещь Миллион раз приходят Там миллион раз меряют Обдумывают и так далее Это у нас как-то, знаете Считается, что Ой, стыдно Пересмотреть сто раз Я считаю, что это вполне нормально Но ничего, ребят Пока что я не буду открывать больше эту тему Потому что все мои знакомые Родственники начали на WhatsApp писать Айка, зачем ты это видео рассказываешь Именно поэтому У тебя не получилось с этой квартирой Потому что ты рассказала в видео А то нет, эти все минусы Я бы не увидела Если бы не рассказала в видео Не знаю, не согласна я с этим, конечно Но на всякий пожарный Вообще Идеально для меня было бы Десятый этаж А лучше четырнадцатый Моя мечта с детства была Квартира на четырнадцатом этаже Когда мы покупали эту Папа сказал Гипс-картон Сама будешь таскать На четырнадцатый этаж Рабочие За каждый этаж Там определенную какую-то сумму хотят Чтобы поднимать Ну, понятное дело Что чем выше этаж Тем тяжелее поднимать Под этим видео, конечно Читалось о комментариях Один пишет Зачем тебе такая дешевая квартиру Купи в центре города Еще что-то там Живи в классном районе И так далее Ребят У всех разные финансы Для вас может быть Там и сто тысяч Небольшие деньги Сто тысяч долларов Сто тысяч монат Пять миллион Семь миллион Копейки Для меня это большие деньги Кто-то там писал Возьми сразу двушку И так далее Я потому что чисто сдавать Мне как бы двушку-то и не надо Больше всего Сдаются Однушки Поэтому мне как бы Выгоднее брать Именно однушку Потратила, конечно Немножко времени Почистила грейпфрут Но так намного вкуснее Вот эта вот кожура Это сеточка Она добавляет Такое Горечь Добавляет В общем на этом все Спасибо огромное Что досмотрели это видео До конца Мне безумно приятно Всех люблю Целую Пока